Коллеги, я вчера говорил, что у меня появилось внезапно в прошлом году две новых темы работы, и они связаны с иммиграцией. Вчера я говорил про то, чем я начинаю заниматься в Лузе и в Армении, сегодня рисуюсь к теме, которая, на мой взгляд, у меня сейчас более проработана, по которой у меня уже есть готовые периодические исследования, сегодня я про него буду рассказывать, это академическая иммиграция. Единственное у меня пояснение, у меня традиционная проблема, я сделал слишком большую презентацию, в которой есть очень много чего, о чем хочется рассказать, поэтому некоторые слайды я буду комментировать в момент не очень подробно. Если вам будет интересно, я с удовольствием к этому вернусь по ходу обсуждения, отвечу на вопросы, которые возникли. О чем буду говорить? В прошлом году, на фоне войны и вызванных ей проблем, Россия столкнулась с совершенно массовой иммиграцией ученых. Ее оценивать можно очень по-разному, пресса рисует совершенно апокалиптические картины, там можно сделать вывод, что едва ли не вся российская наука, взяла, вытащил собрать чемодан и выехала куда-нибудь подальше в Пересель-Гереван. Как бы косвенные показатели и экспертные оценки говорят о том, что, может быть, это все было не настолько массово. Вот, например, наш коллега, который выступал на прошлой конференции Ковчеговской, это Дмитрий Дубровский, он где-то в одной из публикаций в октябре он говорил примерно о 10 тысячах выехавших ученых. Недавняя громкая цифра, которая облетела интернет, это Валентин Пармон, это представитель сибирского отделения РАН, который сказал, что за последние пять лет уехали примерно 50 тысяч, то есть примерно те же 10, может быть, чуть больше тысяч вырисовываются в последний год. Если смотреть на телеграм-чаты академические, на которые многие из нас подписаны, там примерно те же цифры вырастают, до 10 тысяч подписчиков в этих чатах некоторых состоит. То есть вроде бы как, ну, если обобщить, наверное, можно сказать, это очень грубое обобщение, ну, порядка 10 тысяч человек взяли и уехали. Можно по-разному относиться к тому, много это или мало. Наверное, это не очень много в количественном смысле, потому что, ну, последняя известная цифра была примерно 350 тысяч сотрудников в области образования и науки, которые работали в России. В 2021 году была она опубликована. Вроде бы на фоне этого отъезд 10 тысяч – это не критично абсолютно, даже 50 тысяч, ну, пускай и валит. Ну, не самая страшная цифра. Но просто надо понимать, что всегда в этом потоке могут быть те, кого восполнить-то сложно. Чем больше уезжает, тем больше вероятность, что вы потеряете совершенно незаменимых людей, уникальных специалистов. Тем больше будет уезжать молодежи и проще уезжать, потому что у нее нет каких-то сдерживающих барьеров. Ну, из-за всего этого, конечно, будет сильно падать конкуренция. То есть, извините, отъезд примерно 10 тысяч человек – это проблема, это серьезная проблема. Поскольку такое время существует, возникает большой вопрос. Например, почему они уезжают, как складывается их жизнь, сохраняют ли они связь с Россией, можно ли надеяться на их возвращение. С этими вопросами я пытаюсь работать уже последние, там, чуть больше года. И то исследование, о котором я вам буду рассказывать сейчас, оно как раз было нацелено на то, чтобы ответить на эти вопросы. Это было две серии интервью с одними и теми же людьми. В апреле-майе я кинул клич по эмигрантским чатам, принимая 22-го года, я кинул клич по эмигрантским чатам ученых, попросил коллег просто рассказать об опыте их эмиграции. В марте-апреле 23-го года я этим же людям написал снова. Многие из них ответили, согласились поучаствовать в новых интервью. И вот, собственно, мы с ними пообщались в моментах эмиграции и спустя почти год после того, как они уехали. Специальности были очень разные. Там было много чего, от астрофизики до философии истории международного права. То есть это были очень разные профессии. География их была тоже очень большая. Большая часть на момент первой волны была в Армении. Потом они немножко поразъехались. Но, опять-таки, какой-то четкой пространственной локализации я бы не стал. Это были очень разрозненные, рассеянные по миру общества людей. Теперь, после такой краткой вводной части о том, что я сделал, я расскажу, что мне удалось узнать. Первый же вопрос. Почему уезжают? Ответ банальный. Уезжают потому, что шокированное происходящее. Практически во всех интервью первой волны у меня мелькал один и тот же сюжет. Я проснулся, мне было очень страшно. Я почитал новости. Я думаю, сегодня многие пережили дежавю, некоторые в этом смысле. Тоже 24-е число случилось. Тоже были новости апокалиптического характера. И мелькал этот сюжет, что было страшно. Я посмотрел на мужа, на ребенка, на собаку. Они спят, у них войны еще нет, а у меня война уже есть. Вот этот мотив был. Он конвертировался в то, что люди начали уезжать, потому что у нас пришло понимание, что все, крайняя черта развития страны происходит. У многих это стало последней каплей того, что мне говорили. То есть, что они описывали? Я понимал, что страна идет куда-то не туда, но я ей прощал то, что с ней происходит. Потому что я увидел некую перспективу того, что может быть дальше. А вот война началась, все, перспективы больше нет, я уезжаю. Может быть, сейчас в моих речах это звучит как некий эмоциональный порыв, и отчасти он был у этих людей. Но все-таки там то, что они описывали, звучало как логически обоснованная картина мира. Мы езжали, потому что почувствовали несовместимость себя с тем социальным порядком, который сформировался в России. Вот это практически во всех интервью, которые были в первой волне, это вырезало. Значит, перспектив России на тот момент тоже уже никто не видел. Это был апрель 2022 года, когда еще далеко не все проблемы, о которых мы знаем сейчас, раскрутились в полной мере. Но уже многие говорили, что многое не удастся купить. Об этом часто жаловались и представители естественных слов. Не удастся купить реактивы, материалы, будет закрыт доступ к оборудованию. Гуманитарии жаловались на то, что ожидают разгрома социальных наук и их идеологизации, и невозможность исследовать какие-то темы. То есть вот сюда на свадь не вывел, но просто сейчас в главе это вспомнилось. Бывала у меня собеседница, которая ожидала, что в России будет табуирована тема исследования ЛГБТ-сообщества. Ну вот, собственно, практически ее прогнозом сбылся. Многие уезжали, потому что им советовали, их коллеги авторитетные, есть среди тех коллег очень знаменитые, очень уважаемые. Ученые, наверное, не имея морального права называть, кого конкретно эти люди упоминали, потому что все-таки вопрос деликатный очень. Но люди очень известны. И позиция была такая, что, ребята, давайте вы уедете, я вам просто помогу. Вот напишу там любые рекомендательные письма, спишусь с коллегами, выясню, как перебраться в Германию, в Соединенные Штаты, куда угодно. И мотив был такой, что эти люди нам просто советовали уезжать. Вот как складывается жизнь после отъезда? На самом деле там были разные модели отъезда, на самом деле исходный сюжет. Была импульсивная модель, люди уезжали, потому что не видели некой возможности оставаться в России дальше. Была обдуманная, были те, кто не хотел уезжать просто с одним чемоданом в Ереван и хотели сначала как-то подготовиться. Была подготовленная модель, то есть это люди, которые уезжали по рекомендации. Просто в случае, когда старший коллега сказал, вот там есть мой товарищ, пожалуйста, подъезжай в тот университет. И была направленная модель, когда человека просто перевозили по модели ревокации, то есть его сознательно перевозили, его работодатели, но у меня такой собеседник был всего один. Кстати, как сложилась его судьба, пока не очень понятно, потому что с ним общаться повторно не смогли. Что было после отъезда? Меня удивило, что на самом деле у большинства моих собеседников, у половины практически, они уехали туда, куда и планировали. То есть был план, мы его простроили, мы уехали. Мне кажется, что это не самая массовая модель, если статистически брать, но поскольку мы тут не занимаемся экстраполяцией, могу судить только о своих информациях. У многих сложилось именно так. Выбрали то, что хотели, подготовились под это, какое-то время прождали, но уехали. Были у меня собеседники, которые получили помощь от Scores at Risk, их было аж двое. И один из них даже удивился, что он получил эту помощь, потому что он считал, что фактически оснований у него не было. Но вот заявку подал, потому что посоветовали, и, соответственно, получил поддержку, потому что ему-то заявку сочли значим. И был кейс, который меня потряс сильнее всех, наверное, который я часто теперь упоминаю, когда с коллегами общаюсь, которые не верят в себя. То есть у меня была информатка, которая на 46-й или на 47-й позиции поданной заявке, она получила все-таки тот оффер, на который она претендовала. То есть человек просто сидел целинаправленно, написал письма и добился своего. Ну и есть, конечно, те, кто осел в промежуточных странах, это сейчас тоже такой распространенный сценарий. Так, я про это попущу, это не сильно интересно, что у него с доходами, если человек вернулся. Интересно, что многие сохраняют связь с профессией. То есть большинство из них как-то работает по специальности или по смежному направлению. И у меня есть только один случай известный человека, который окончательно разорвал связь со своим ремеслом, сказал, что он этим больше не хочет заниматься. Это отдельная история, очень драматичная, про физика, который узнал свои результаты своей научной работы в том, как используются военные технологии в нынешнем военном конфликте. Для него это было шоком. Он сказал, что это все, это просто ставит крест на том, чем он хочет заниматься дальше. Это не имеет отношение к его убеждениям. И себя в этой профессии он не видит потому, что не чувствует моральную ответственность. Что еще про них можно сказать? К ним пришло успокоение. Если пребывание в России воспринималось как то, от чего надо убежать, то после эмиграции, даже если они оказались не в той стране, в которую они рассчитывали, а, например, сидят в промежуточном положении где-нибудь в Грузии, приходит успокоение. Приходит понимание того, что вот эти факторы страха, они исчезли. Отдельная история, когда человеку идет, и у него хорошо складывается его профессиональный путь после эмиграции, там появляется даже некое чувство стыда за то, что вроде как ты получил то, на что не имел морального права претендовать, что всем остальным плохо, а у тебя хорошо. Я не удержался, я даже вывел на свайту прямую цитату, потому что она уж очень красноречиво говорит о том, что чувствует человек в этой ситуации. Это как раз цитата из интервью с одним из коллег, которому помогла Сковорс Триск. Есть ли перспективы их возвращения? Я бы сказал, что нет. Вот судя по тому, что они мне говорили. Изначально, уезжая, они воспринимали свой отец как постоянный. Там была апрель-май 1922 года. Представьте, все люди, которые только уехали из России, они еще мало чего понимают о жизни, они мало чего понимают, где они оказались и какие планы. Но там звучала хорошая емкая мысль, что я уже уехал. Вот мне в этой парадигме, что я уже за пределами России, мне рассуждать уже намного проще. Потому что свой главный шаг я совершил. А дальше я уже буду адаптироваться. Как показал опыт их опроса на второй год, у них действительно все действия справились именно в этой парадигме. Приезд на родину многие пережили. Не всем он понравился. Некоторые говорили о том, что им задавали какие-то вопросы, на которые было неприятно отвечать. Другие говорили, что они оказались в некой своеобразной реальности, где вроде бы все эти тревоги, которые ощущаются за пределами России, они не существуют. Но им это не сильно понравилось. Практически все говорят о тотальной сложности коммуникации с родственниками или с коллегами, с бывшими, кто остается в России. Многие говорят о том, что тема разговоров с родными, остающимися в России, она скукожилась где-нибудь до обсуждения погод. Потому что обсуждать одни темы не хотят сами уехавшие, а другие не хотят обсуждать их родственников. Вот настолько системный расход. И такая же ситуация на отношении с коллегами. В России возвращаться. Вот из всех тех, кого не удалось запросить сейчас, во второй волне, ни один из них возвращаться не хочет. Даже в том случае, если он не находится в стране, к которой он хотел попасть. Если он сидит в условной Армении. То есть логика такая. А я найду работу здесь. Пусть она будет в специальности, но зато я буду не в России. Вот этот сюжет, на самом деле, он очень показательный, он звучал очень часто. Ну и финализирую. Почему случилась эта волна эмиграции? Потому что война стала некой последней каплей для тех наших коллег, которые рассматривали возможность уехать. Но что-то их удерживало. То есть не было какого-то волшебного пинка под зад, как выразился мой собеседник. Извините за неполиткорректное выражение. Но это лучше точно звучит. А вот война его сделала. В основном они уехали, потому что не могли мировоззрительщики смириться с происходящим. Несмотря на то, что они уехали внезапно, у многих получилось, или они верят, что это получится. Ну и главный момент, какой-то перспективы их возвращения на родину, ее, по сути, нет. Я могу только вспомнить сюжет, который на днях, кажется, в видео Максима Катса звучал. Очень правильная мысль, что чем больше времени человек проводит за пределами России, и чем больше он в бытовом смысле адаптируется к требованиям новой принимающей страны, тем бесполезнее его уговаривать поехать обратно. Потому что у него формируется привычка жить уже в новой реальности. Вот те разговоры, которые у меня были с этими людьми, они очень четко показывают. Так оно и работает. Вопрос не по теме исследований, но как, на Ваш взгляд, будут ли продолжать ученые уезжать из России дальше? Или эти условные 10 тысяч – это все, кто хотел и мог уехать? Ох, это очень правильный и своевременный вопрос, но у меня нет на него ответа. Я предположу, что оттого миграционного он будет сохраняться из России ученых. Другое дело, что он вряд ли будет таким массовым. Потому что перспектив развития многих научных направлений в России, давайте будем объективны, их практически не остается по самым разным причинам. Если вы работаете в социально-гуманитарных науках, это вообще катастрофа, потому что они переживают просто, ну, их уничтожают сейчас, по-другому сложно назвать. Естественных, наверное, да, но там тоже будет сложно. Поэтому отток будет. Другой вопрос, что он вряд ли будет таким массовым, каким он был последний год, потому что те, кто чувствовал в себе силы уехать, они уехали практически сразу. И то многим оказалось сложно. Многих сдержали бытовые обстоятельства, но они вряд ли исчернут так быстро. Поэтому я думаю, что да, он будет, но не будет таким массовым. Смотрите, то есть если так вот финализировать, не кажется ли вам, что действительно вот этот вот отъезд, он был чем-то типа реализации уже имеющихся миграционных намерений? То есть у людей были, может быть, приглашения, но они не хотели уезжать. И тут вот раз, что вот то, что назвали волшебным пинком, просто дополнительный вклад, но в принципе у них уже было примерно понятно, куда им ехать. Да, я думаю, что это справедливое предположение. Опять же, у кого получилось уехать успешно? Те, кто имел связи с коллегами за рубежом, те, кто уже вовлекался в международные коллаборации. Соответственно, это люди, которые уже в значительной степени были ориентированы на мировую науку. И мысль о том, чтобы уехать, скорее всего, действительно у очень многих была. Те, кто этого не делал, конечно, если они и попытались уехать, то шансов у них очень нет. Вы не спрашивали, как, например, бытовые условия влияли на возможность остаться, но именно в таком плане, что, допустим, только устройство супругов, которое как раз по прошествии около года, вот оно как раз могло произойти, и нормальное устройство в школу детей. Вот мне кажется, это основные сдерживающие факторы могут быть на возвращении. Если ребенок уже устроился в немецкую школу, то как его обратно вытаскивать столько же усилок положено? Или если супруги смогли где-то устроиться? Это тоже очень сильный сдерживающий фактор. Как вы считаете? Это, безусловно, сдерживающий фактор, очень мощный. Правда, единственное, я немножко ограничен спецификой моей выборки. У меня было всего трое форматов, в которых есть дети. И ни один из них не упомянул про проблему. То есть как раз там оказались ровно те двое, которые по скорости от риска пошли, они получили помощь по интеграции, в том числе, и с детьми проблемами. Другой упоминал про детей, но не упоминал про какие-то проблемы, которые с этим возникли. А тут, наверное, фокус моего исследования просто немножко на другом был сосредоточен, и специально я эту тему с ними копал. Но да, думаю, что многих, конечно, это сдержит.